всем привет это михаил клемарев и мы продолжаем рассказывать как обезопасить себя в интернете обходить блокировки предыдущих роликах мы говорили о том что делать при полном отключении интернета и как оставаться на связи в условии в условиях тотальных блокировок про vpn вы уже знаете сегодня я покажу вам еще один способ обхода блокировок я хочу рассказать вам про специальный браузер под названием tor возможно вы даже слышали это слово и даже вспомните что в декабре прошлого года роскомнадзор пытался его заблокировать давайте разберемся и начнем с того что же такое тор что происходит когда вы заходите на какой-нибудь сайт в интернете через обычный браузер ну а вот что вы набираете в поисковой строке адрес ваш запрос отправляется на сервер а потом обратно к вам летит пакет с информацией и все это происходит абсолютно открыто ваш ip-адрес известен ваш трафик легко отслеживается и узнать куда вы заходили не составит никакого труда и неважно какой у вас браузер chrome mozilla или safari но существует один браузер который работает немного по-другому это и есть тор его главная особенность в том что он скрывает ваш путь до того ресурса на который вы хотите попасть тор это аббревиатура она расшифровывается как за он и он раутер буквально луковый маршрутизатор представьте себе луковицу ну обычную такую луковицу которую вы чистите снимая слой за слоем сначала верхний за ним следующий потом еще один пока не доберетесь до сердцевины примерно так и устроена маршрутизация которую обеспечивает тор ее принцип в том что трафик от вашего компьютера к нужному ресурсу проходит через несколько узлов как будто вы последовательно снимаете кожуру первый узел входной когда вы открываете браузер тор и отправляете запрос он ищет рядом с собой специальные сервера с которыми может соединиться они называются входными узлами или по-другому нодами при этом трафик на пути от вашего компьютера к выходному узлу шифруются то есть входной узел узнает откуда пришла информация но прочитать он ее не может потом следующий слой луковицы промежуточный узел он знает что запрос к нему пришел от входного узла но не знает кто изначально отправитель трафик между входными и промежуточными узлами также шифруются таких промежуточных узлов может быть несколько и наконец трафик поступает на последний слой выходной узел это ворота в большой интернет выходной узел ведет к тому ресурса на который вы изначально хотели попасть при этом выходной узел знает куда должен провести запрос но не знает откуда он пришел потому что перед ним было как минимум еще два узла и за счет того что промежуточных узлов может быть несколько а трафик между ними шифруются разными шифрами с разными ключами ваши следы основательно запутываются получается что добраться до вас становится почти невозможно ну собственно это и есть луковая маршрутизация гарантирующая пользователям очень высокий уровень анонимности если вы посмотрите на иконку тора то увидите в ней лук главный собственно символ этого браузера а если заглянуть еще чуть глубже можно увидеть и другой тип маршрутизации чесночный он похож на луковый но тут информация на входе не просто шифруется еще и делится на несколько кусков как дольки чеснока буквально и передаются на выходные узлы случайным образом понятно что соединение через торт не будет таким же быстрым как через обычные браузеры хотя бы просто потому что трафик проходит длинный путь но это издержки анонимности и безопасности а кто же все это придумал тор появился очень давно еще в начале девяностых когда интернет был гораздо свободнее и таких блокировка как сегодня речи конечно не было вот идея анонимности уже была тогда энтузиасты создали сеть которая позволяла обмениваться трафиком скрывая пользователей именно на основе тор появился так называемый deep web тот самый глубокий интернет в котором можно найти много всего и плохого и хорошего к некоторым ресурсам в этом скрытом интернете можно получить доступ только через торт у таких сайтов в адресе будет домен dot onion конечно в анонимной сети может быть много нелегального наркотики оружие порнография личные данные но главное и первое предназначение тора это все-таки анонимность и особенно ценно это в тех местах где есть риски преследования в интернете тут вы можете взглянуть на нашу карту репрессий и сами для себя ответить на вопрос актуально ли это для россии что же касается тора есть еще один интересный вопрос а кто владеет этими самыми узлами через которые проходит трафик что мы знаем об этих людях чтобы было понятно поясню что создать узел в принципе может любой человек но когда я говорю любой я имею ввиду что ему нужно хотя бы минимальное познание о том как работает интернет сообщество при этом старается контролировать владельцев список входных и выходных узлов тора есть в открытом доступе но самое главное нужно понимать что создание узлов это всегда риск помните дело математика богатого в 2017 году его задержали обвинили в призывах к массовым беспорядкам и терроризму на одном из форумов по версии следствия с айпи адреса богатого было написано сообщение в котором кто-то к чему-то призывал сам богатов объяснял что не имеет никакого отношения к этому пользователю просто держал выходной узел тор айпи адрес этого узла и стал главным доказательством следствия но эксперты не нашли доказательств того что богатов призывал к массовым беспорядкам тем более что он вообще был не у компьютера когда написали это самое сообщение в мае 2018 года после большой общественной кампании дело богатого закрыли но после этого стало окончательно понятно что держать узлы тор в россии опасно и особенно выходные узлы потому что именно они выходят в открытый интернет который доступен любому следователю и следственного комитета понятно что за теми кто покупает и продает нелегальные товары охотятся спецслужбы но во многих странах и с этой точки зрения держать входные узлы тоже небезопасно например если агенты спецслужб создадут много входных узлов они смогут сопоставлять время входа через них и так вычислять пользователей тора вот вам еще один пример дело сил крот известные торговые площадки где подпольно продавали много всего от наркотиков до книг она работала через тор но в 2013 году фбр смогла накрыть ее сервера и арестовать одного из администраторов который получил в итоге пожизненный срок но одно дело когда спецслужбы охотятся за теми кто нарушает закон а другое роскомнадзор который блокирует все живое просто потому что может а вот может ли он заблокировать тор окончательно чтобы разобраться давайте ненадолго перенесемся 2017 год небольшой поселок дубки саратовской области именно здесь расположен суд который вынес решение о блокировке главной страницы браузера тор ну чтоб вы понимали вот так выглядит суд поселке дубки даже не спрашивайте ну хорошо заблокировали страницу на которой можно скачать сам браузер но ведь есть еще много входных и выходных узлов мог ли роскомнадзор заблокировать их но в 2017 году вряд ли при всем желании с ресурсами у роскомнадзора на тот момент было ну не очень а вот потом появился закон о суверенном рунете а вместе с ними уже хорошо знакомы нам тспу технические средства противодействия угрозам но они контролируют весь проходящий трафик и когда видят связь между двумя компьютерами в принципе могут классифицировать его как соединение тор и вот в декабре началось пользователи стали жаловаться на проблемы с подключением к узлам одна крупная российская площадка торгующая наркотиками даже заботливо предупреждала покупателя возможных проблемах со входом и это достаточно плохие новости понимать их нужно так что теперь роскомнадзору видимо хватает сил на блокировку узлов тора но есть как говорится нюанс даже если вам известны входные и выходные узлы тора вы точнее роскомнадзор должны будете постоянно бегать за ними чтобы их заблокировать ведь они же меняют адреса конечно при точечных блокировках узлов качество связи все равно ухудшится но надо понимать что тор это не просто браузер это комьюнити с огромным количеством ресурсов и способностей к сопротивлению пока что для работы тора хватало простых механизмов и никто не использовал сложное но под угрозой блокировки могут включиться и они не вдаваясь детали скажем например о проксе а так называемой инкапсуляции это когда один протокол как бы заворачивается в другой давайте попробуем подвести итог мне кажется важным сказать вот что тор действительно дает доступ ко множеству незаконных ресурсов но главное что в нем есть это анонимность и возможность оставаться на связи это базовая права любого человека особенно сейчас когда это буквально жизненно важно и пока существует угрозы анонимности и безопасности тор будет работать не бойтесь им пользоваться но будьте всегда осторожны чтобы не навлечь дополнительных рисков берегите себя и оставайтесь на связи